Рынок квот на выбросы углерода очень важная мера для Китая. С одной стороны это забота об экологии, с другой польза для экономики. КНР рассчитывает создать крупнейший в мире рынок квот уже к 2020 году. Как работает этот механизм, узнали наши корреспонденты. Первый экспериментальный рынок покупки и продажи квот на выбросы был запущен в Китае в 2011 году. Он охватывал 7 провинций и городов, где есть проблемы с чистым воздухом. В 2017 году Китай планирует запустить общенациональный рынок торговли выбросами углерода. Система проста. У каждого предприятия есть лимит на выброс. Если завод хочет выпустить больше продукции и таким образом сильнее загрязнить воздух, он может выкупить квоты на выбросы у другого предприятия, которое больше заботится о системах очистки и уложилось в лимит. На данный момент эта схема активнее всего работает в провинции Хубэй, где сосредоточено 80% этого рынка. К настоящему моменту объем торговли квотами на выбросы в нашей провинции уже достиг 287 миллионов тонн двокиси углерода, а в деньгах это миллиард долларов США. Хубэй является центром рынка квот на выбросы углерода во всей стране. Практика показывает, механизм торговли квотами на выбросы углерода дает заметные результаты для эффективного контроля выбросов углекислого газа и оптимизации производства. По словам экспертов, те 2000 предприятий, которые помещены на экспериментальную площадку, показали снижение уровня загрязнения. По плану китайского правительства, к 2030 году парниковые выбросы должны уменьшиться на 60% относительно 2005 года. Раньше для улучшения ситуации прибегали исключительно к административным мерам, но штрафы не работают. А вот рыночный механизм отлично подходит. Тот, кто не поскупился и установил дополнительные фильтры или перешел на более экологически чистое производство, получает дополнительный капитал для развития своего предприятия. В конце концов, это может стать отличным источником дохода. Рынок квот на выбросы углерода заставляет заводы сокращать энергопотребление и выброс загрязняющих веществ. Это отлично сказывается на экологии и позволяет бороться с глобальным изменением климата. После отлаживания системы на тестовой площадке, Китай готов внедрить ее во всей стране. К 2020 году КНР намерена создать крупнейший в мире рынок квот на выбросы углерода. Он будет охватывать 8 секторов экономики, в том числе производство электроэнергии, черную и цветную металлургию, производство строительных материалов, химическую отрасль, авиацию и другие. Сначала мы определим предельно допустимую норму выбросов для 8 секторов экономики. Важно соблюсти баланс, чтобы производители смогли и развиваться, и соблюдать лимиты. Надеемся, что все больше заводов благодаря этому будут переходить на чистую энергию, например, солнечную. Создание рынка квот на выбросы является одной из мер Китая по использованию рыночного механизма для противодействия климатическим изменениям. КНР готова активнее взаимодействовать с международным сообществом по этому вопросу и таким образом заботиться о процветании своей страны. Василис Лукашевич, Сычуна, СиСиТВ